Добрый вечер! В канун Дня Октябрьской революции на Брещине глава региона открыл ряд объектов социальной направленности. Юбилей «Альма-Матер» 70 лет со дня образования торжественно отметили преподаватели и студенты Брестского медицинского колледжа. Зоркий глаз и тонкий нюх. В областном центре появился новый арт-объект. Открытие приурочено к 62-й годовщине образования Департамента охраны Брестской области. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Беларусь отпраздновала 97-ю годовщину Октябрьской революции. Эта дата стала отправной точкой в деле становления белорусской государственности, оказала существенное влияние на развитие общества. По всей стране прошли торжественные мероприятия, посвященные этому дню. И наш город не стал исключением. На центральной площади Бреста состоялась церемония возложения цветов к памятнику Ленину. Но с момента революционных изменений прошел уже не один десяток лет, и уклон на этот праздник стал несколько другим, не политическим, а скорее экономическим и историческим. К этому времени подходит к завершению производственный и финансовый год на предприятиях. И по предложению президента страны Александра Лукашенко, в преддверии 7 ноября по всей стране открываются новые и реконструированные объекты социальной направленности, как подарки к знаковой дате. Не остается в стороне и Брещена. На минувшей неделе в ходе рабочей поездки губернатор региона Константин Сумар открыл сразу несколько социально значимых объектов и проинспектировал ход работы на тех, что находятся в стадии модернизации. Подробности в первом материале выпуска. Накануне праздничной даты 6 ноября в Барановичах красную ленточку вместе с главой области Константином Сумаром перерезали врачи городской больницы, которая получила в свое распоряжение магнитно-резонансный томограф класса «Премиум». Это оборудование – настоящий помощник врача, особенно в тяжелых случаях, когда трудно поставить диагноз. Стоит такое чудо техники, безусловно, немало, однако каждый вложенный рубль в таком деле окупается с лихвой. Я думаю, что те деньги, которые мы вкладываем в медицину, они очень эффективно используются, они дают эффект, потому что, если взять, например, помощь, которая оказывается в медицине, и ту работу, которую мы проводим по оздоровлению нашего населения, по развитию спортивных различных сооружений, это как раз дает одно без одного невозможно. Мы имеем то, что уже второй год подряд наша область имеет положительный баланс по приросту нашего населения. И это очень дорого стоит. И вот та работа, которую мы проводим в плане вообще в целом по социально-коммерческой политике, она дает хороший эффект. Конечно, использовать данный подарок желательно как можно реже, но для тех жителей города и близлежащих районов, в котором по медицинским показателям такая проверка здоровья необходима, важность введения в эксплуатацию МРТ аппарата сложно переоценить. Новый магнитно-резонансный томограф намного точнее своего предшественника, что существенно улучшит работу по диагностике и раннему выявлению заболеваний, а значит, увеличит шансы на успех в лечении. Мы можем посмотреть головной мозг, спинной мозг, внутренние органы, то есть органы брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства, мягкие ткани, хорошо видны суставы. Два года назад наш томограф сломался, он отработал практически 10 лет, это был российского производства томограф, низкопольный, 0,15 Тесла была напряженность магнитного поля, у этого полтора Тесла, то есть 10 раз этот томограф мощнее, соответственно, разрешающая способность 10 раз выше. Вот мы, я на том томографе 6 лет проработала, то есть достаточный опыт и сейчас мы осваиваем этот томограф. В рамках поездки губернатор региона Константин Сумар проинспектировал и ход строительства пищеблока, а также гинекологического отделения Барановичского родильного дома. В настоящее время там ведется активная работа, срок сдачи, конец текущего и середина 2015 года соответственно. И денег, и сил только в данный объект уже вложено немало, многое еще предстоит сделать. Однако модернизация медицинского комплекса области – необходимость. Здоровье нации – один из главных приоритетов социальной политики нашей страны. Только в медицину за три года мы положили более 820 миллиардов рублей за три года. Мы только в этом году уже осваиваем на медицинских объектах более 240 миллиардов рублей. И я думаю, к концу года эта сумма будет потянется по 300, а может и больше. Потому что те объекты, которые я только видел и посещал по Барановичам, они тоже нам обходятся очень дорого. И мы здесь только вложим еще парадка до 20 миллиардов рублей. Я имею в виду это гнигоглический корпус, пункт питания, блок для питания, пищеблок. И тут пристройка, которую еще надо заканчивать. Поэтому огромная работа и ту задачу, которую ставит перед нами президент в целом по развитию в данном случае медицины, она как раз у нас проводится, считаю, в области эффективно. Помимо медицинских объектов, рабочая поездка главы области включала в себя посещение предприятия «Старожила» – Барановического молочного комбината. За семь десятилетий со дня основания завод переживал разные периоды. Однако смог выстоять, и сегодня это мощное предприятие, которое постоянно улучшает качество и увеличивает количество выпускаемой продукции. Настоящая визитная карточка завода – сыр, который пользуется популярностью как в нашей стране, так и за рубежом. И останавливаться на достигнутом завод не собирается. О планах на будущее шел разговор даже в ходе праздничного концерта. Не стоит останавливаться на достигнутом. Время двигаться вперед, достойно встречать новые вызовы и покорять новые решения. Всегда приятно встречать праздники в окружении, достойных партнеров, уважаемых гостей и надежных коллег. Надеюсь, что каждый из нас почувствует сегодня себя желанным и долгожданным на это юбилеем. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, все присутствующие на сегодняшнем мероприятии, конечно, все те, которые, к сожалению, не могут сегодня присутствовать, находятся на рабочих местах. Искренне и сердечно всех вас поздравляю. Не только вас, но всех коллег, вашей семьи с прекрасным, замечательным юбилеем. Предприятие живет, будет жить и будет достойно выпускать продукцию, которую сегодня востребовала наша жизнь. Уверенность в том, что все задуманное сотрудники завода смогут осуществить, выразил и губернатор региона Константин Сумар. В своем поздравлении он подчеркнул, что предприятие давно зарекомендовало себя как организация, способная работать стабильно, грамотно реагировать на требования рынка и, что самое важное, держать высокую планку качества продукции. Хочу заслуженно похвалить вас за проведение потапной модернизации, которая позволяет вам расширять производственные мощности, за внедрение технологий мирового уровня и строгий контроль качества. А ведь это именно те составляющие, которые обеспечивают популярность торговых марок, хранится и сырная волость среди покупателей, формируют авторитет белорусской продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. И я надеюсь, что такая положительная тенденция вами будет сохранена и на будущее. Вектор развития предприятия вы выбрали тоже верно. Это увеличение мощностей и глубины переработки продукции. Это современное оборудование, толковый менеджмент и, главное, трудолюбивые, ответственные люди, для которых жизнь кабинета стала на темную часть личной судьбы. Продолжение темы. Подарки и поздравления накануне государственного праздника получали сразу две особенные многодетные берестейские семьи. Символические ключи от новых домов были вручены представителям тех ячеек общества, для которых утверждение, что чужих детей не бывает – состояние души. В городе Ивацевичи и поселке Мирном Барановического района новоселье праздновали семьи, которые решились на очень важный и ответственный шаг – стать родными людьми для тех мальчиков и девочек, которые по разным причинам лишены родительской заботы и опеки. В открытии одного из новых детских домов семейного типа принял участие и губернатор региона Константин Сумар. Открытие детского дома семейного типа в Мирном меньше всего напоминало традиционный старт работы государственного учреждения. Настолько теплой и семейной была атмосфера. И это неудивительно. За несколько месяцев, на протяжении которых семья Якубович живет в расширенном составе, а пополнение, надо сказать, и правда было существенным, к двум родным детям добавилось сразу шесть приемных. Надежда и Владимир так сумели объединить и сплотить свой домашний коллектив, что иначе как дружной семьей их уже и не назовешь. Можно говорить много, но как бы у меня пока получается. Я надеюсь, что все получится. И ладить с детьми, и договариваться, и как бы дружить. Мы дружим с ними. Старший сын Игорь решение родителей поддержал сразу. Юноша уверен, что самое главное в жизни каждого человека – это семья. И готов поделиться с ребятами теплом семейного очага. Сегодня на правах старшего он активно помогает и родителям, и своим новым братьям и сестрам, которых уже считает родными. Мне мама сказала, что будет новая семья, дети будут растить. Ну, я как бы отнесся к этому спокойно. Ну, то, что я привык к этому. Бабушка у меня смотрит детей. Как бы мне жалко детей этих маленьких. Династия – так обычно называют семьи, где из поколения в поколение передаются особые черты характера, позволяющие заниматься определенной профессиональной деятельностью. Часто это относится к врачам, военным или учителям. Семья Якубович пополнила список династических профессий еще одним пунктом. Благодаря им можно смело сказать, что доброта, отзывчивость и милосердие, которые лежат в основе работы родителя-воспитателя, могут быть заложены на генном уровне, подталкивая к выбору жизненного пути. Родители Надежды уже на протяжении 15 лет дарят тепло и заботу приемным детям в аналогичном семейном детском доме. Откуда это стремление? Это от мамы, наверное, передалось. Конечно, я думала долго, потому что я знаю, что это такое, как это трудно. Но я думаю, что я справлюсь с этим, потому что все-таки уже не первый раз это, и все это мне знакомо, поэтому я стараюсь, и я надеюсь, что у меня получится все. Всего на Брещене в настоящее время функционирует более 35 детских домов семейного типа, в которых воспитывается чуть больше 220 ребят. И работа в этом направлении будет продолженной впредь. Сегодня открыли с моим участником объект именно в поселке Мирном, дом семейного типа, где будет 8 детей, а 6 приемных будут воспитываться в этом доме. А сегодня такой же дом открывается и в Ацеючах. И в скором будущем откроем еще в этом году дом семейного типа именно в городе Баранович. Я думаю, что еще буквально 3-5 лет, и мы эту тему социальности родства именно устраним по Брестской области. Анастасия Стропкова, Виктор Халявка, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Делегация Брестской области во главе с председателем облсполкома Константином Сумаром посетила Калининградскую область. На официальной встрече, которая состоялась 30 октября в правительстве Калининградской области, стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Заместитель председателя регионального правительства Алексей Силанов отметил не только значимость уже наработанных дружеских и деловых контактов с Брещиной, но и большой потенциал для развития дальнейших взаимовыгодных партнерских связей, а также подтвердил востребованность белорусской продукции на калининградском рынке. Как отметил руководитель Брестской области Константин Сумар, предприятия Брещины также хотят укреплять и развивать деловые связи с калининградскими партнерами. Мы готовы предложить участие наших специалистов в развитии сельского хозяйства Калининградского региона, включая мелиорацию и обработку земель в строительстве объектов сельхозназначения и жилищном строительстве, а также в возведении социальных и инфраструктурных объектов, в том числе к Чемпионату мира по футболу 2018. Губернатор Брестской области высказал заинтересованность в продвижении брестских товаров на калининградский рынок, а калининградской продукции – в Брестскую область. Подтверждением такой взаимной заинтересованности стали деловые встречи Константина Сумара с руководителями калининградских предприятий. Так, с группой компаний «Содружество» была достигнута предварительная договоренность о строительстве агрологистического центра в Барановическом районе с предприятием «Продукты питания» о реализации инвестпроектов по переработке мяса птицы. Следующим этапом станет обсуждение конкретных шагов в этих направлениях на встречах групп специалистов двух сторон. 29 октября Константин Сумар также принял участие в церемонии открытия Дней культуры Брестской области в Калининградской области. В своем выступлении перед калининградцами руководитель Брещен выразил надежду на то, что подобный культурный обмен станет доброй традицией, которая станет хорошим подспорьем для развития сотрудничества между нашими регионами. 2014 год богат знаковыми юбилеями. 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 69-й день рождения Брестского государственного университета имени Пушкина. 7 десятилетий со дня создания в Бресте средней школы номер 7 и самое главное – в декабре Брестская область отпразднует свой 75-летний юбилей. Однако и это не полный список юбиляров. Ровно 70 лет назад в городе появилось одно уникальное и такое необходимое для страны учреждение образования – Брестский государственный медицинский колледж. И на протяжении длительного времени именно это учебное заведение является областной кузницей среднего медицинского персонала. О сегодняшней жизни учреждения и успехов его представителей подробнее в следующем материале выпуска. Брестский государственный медицинский колледж – учебное заведение с большим опытом и особыми образовательными традициями. За долгие годы существования из стен учреждения вышли десятки тысяч квалифицированных специалистов, которые и сегодня работают в медучреждениях области, республики и даже стран ближнего и дальнего зарубежья. Студенческий штаб насчитывает порядка 700 будущих медицинских сестер и фельдшеров-акушеров. Кто-то из учащихся пришел в профессию, мечтая с детства помогать людям. Кто-то, проработав в медструктуре, понял, что лечебное дело – это их призвание и с удовольствием получает специальное образование. Главное, что объединяет всех представителей молодежи – желание самоотверженно трудиться, чтобы каждый пациент получал вместе с лекарством доброе слово, поддержку и заботу. «Любила предмет изучать биологию в школе тоже, интересно. Прийти сюда в этот колледж, я сначала думала, что это не мое, что, наверное, зря я сюда пришла, но потом я привыкла, адаптировать была, мне стало интересно учить все, поэтому я не жалею о своем выборе». «Профессия мне очень нравится, я работаю около 10 лет в детской больнице санитаркой. Как-то так получилось, что нужно идти дальше и нужно идти вперед, нужно стремиться к каким-то высоким достижениям». Медицинский работник – это профессия, сочетающая в себе столько высших духовных качеств, таких как отзывчивость, сострадание, терпение, внимание, сердечность, милосердие, доброту и заботу, которые должны быть обязательно закреплены высоким профессионализмом. Именно такие образовательные традиции из года в год, изо дня в день на протяжении 70 лет прививают своим учащимся чуткие и очень мудрые педагоги. Эффект от такой трудоемкой работы – особая востребованность молодых специалистов медицинского колледжа на рынке труда. Высокую оценку работе колледжа сегодня дают и ветераны, те, кто на протяжении долгих лет трудился на благо развития медицины области. «Наши выпускники востребованы во всех уголках Брестской области, и спрос на них постоянно растет. К нам с удовольствием идут дети учиться. И даже в годы, когда была борьба за абитуриентов, у нас был стабильный конкурс». «Нас встречают очень приветливо, нам очень приятно. Во-первых, мы общаемся между собой, во-вторых, мы возвращаемся в свои альма-матер, да, где мы отдали всю свою жизнь. Ну и, конечно, очень приятно, что у нас и руководители, и остались те же многие. И коллектив выпускает хороших специалистов». 70 лет позади. Они были яркими и трудными. Однако впереди новое совершение, новые успехи, новые открытия. Эти слова неоднократно звучали с праздничной сцены в адрес юбиляров. В торжественной обстановке в актовом зале учреждения образования прошло участвование тех, кто из года в год совершенствует учебный процесс, расширяя его границы, делая занятия более доступными, знания более емкими, учащихся практикоориентированными профессионалами, настоящими знатоками своего дела. Ведь на плечи сегодняшних студентов уже совсем скоро ляжет большая ответственность. Быть другом и помощником для тех, кто видит в них поддержку и утешение. «Сегодня, когда молодое поколение специалистов медицины приходит на работу в села, в города Брещене, да и по всей Беларуси, конечно, совершенно в новые условия они поступают. Но, тем не менее, требования никак не уменьшились в профессии медицинского работника. Потому что каждый медицинский работник у любого человека вызывает доверие». В праздничный день выпускники Брестского медицинского колледжа пришли поздравить «Альма-Матер» с юбилеем. Многие из них уже давно стали специалистами, чьи имена известны далеко за пределами Бреста. И это доказывает, что учебное заведение состоялось и является одной из ведущих кузнец кадров региона, ежегодно пополняющая армию медицинских работников новыми высококвалифицированными специалистами. «Среди ваших выпускников есть те, которые имеют звания и титулы. Их имена известны не только на Брещене, но известны и в республике». И это приятно. Это говорит о том, что ваш колледж имеет и свою зрелость, которую вы получили на протяжении этих 70 лет, опыт и традиции. И очень хочется, чтобы эти хорошие традиции, которые были заложены теми первыми преподавателями, имена которых звучали сегодня в этом зале, оставались и очень надолго. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу «Букинфорум». Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. На днях брещане и гости областного центра стали свидетелями важного события в культурной жизни нашего пограничного города. В центре главной пешеходной улицы, Советской, прошла торжественная церемония открытия скульптурной композиции, олицетворяющая доблестную службу областного департамента охраны. Появление нового арт-объекта было приурочено к 62-й годовщине образования этого ведомства и стало достойным продолжением фонарной темы в городе над Бугом. Какие представители фауны стали символами службы и почему именно центр Брестского Арбата стал местом их постоянного обитания? Узнаете из материала Виктории Драгобецкой. Военный оркестр, люди в погонах, представители городской и областной вертикали власти, жители и гости города. Собравшиеся на Брестском Арбате ждали разрешения главной интриги дня – торжественного открытия нового фонаря, символа областного департамента охраны. К слову, новоявленная кованая композиция на улице Советской стала вторым по счету архитектурным представителем организации Брещины после Миллионника. Улица Советская – это одна из наших мизитных карточек. Это улица, по которой мы гуляем сами. Это улица, по которой мы водим наших гостей. Это улица, которая имеет свой неповторимый шарм. Это улица, которая имеет свою душу. Поэтому сегодня мы в этот замечательный солнечный день являемся свидетелями маленького, но тоже очень важного события открываем здесь вот эту экспозицию. Она очень интересная, она сделана с чувством юмора, она сделана с чувством исторической преемственности, она сделана с душой. Место установки, теперь уже главного символа охраны города, было выбрано не случайно и имеет историческую подоплеку. На рубеже 19-го до 100-го веков улица Советская именовалась полицейской. Более того, в советское время до разделения районов Бреста здесь располагался московский отдел вневедомственной охраны. Вход в ущреждение находился напротив нынешних совы и бульдога, символизирующих службу сотрудников охраны. Надпись на сторожевой будке, изготовленной за счет средств сотрудников подразделения охраны Брестской области, Крастричева говорит о том, что финансирование нового фонаря полностью легло на плечи людей в погонах. Цена вопроса порядка 100 миллионов рублей. Вся область, все сотрудники подразделения охраны области, то есть каждый внес свой сильный вклад, поддержали инициативу опять же офицерского собрания, наше областное управление сбросилось, и мы на эти деньги создали данную скульптурную композицию. На сове 995 перьев, то есть на сегодняшний день нашему городу 995 лет, ну и каждая перышка отдельно символизирует каждый год, вот скажем, жизни нашего города, потому что, в принципе, памятник в любом случае к преддверию тысячелетия города. Еще один герой скульптурной композиции – бульдог. Как и любая собака, он вызывает ассоциацию с охраной имущества. К слову, это одна из основных функций департамента охраны. К новой композиции можно относиться по-разному. Для одних фонарь с совой станет излюбленным местом для фотосессии, другие лишь пройдут мимо. Однако то, что объект художественной ковки займет достойное место в копилке культурного достояния города над Бугом, сомнений нет. Более того, в своем выступлении мэр Бреста Александр Рогачук приоткрыл завесу еще одной тайны, которая призвана придать главной пешеходной улице особый артистический шарм. Дал недавно поручение все-таки оборудовать вот где-то в этом районе, чуть-чуть подальше от балконов, специальное местечко, специальную площадку для музыкантов. Подвезти туда электричество, сделать небольшой подиум, чтобы каждый, кто имеет талант, а может, кто и не имеет, но имеет желание, мог спеть, мог симпровизировать, прочитать стихи. И это будет тоже маленьким элементом, который вдохнет жизнь и еще импульс в эту улицу. Напомним, появление кованых фонарей, отражающих концепцию того или иного предприятия, берет свое начало в 2013 году, когда улица имени одного из главных литературных мистификаторов 19 века, Николая Васильевича Гоголя, стала местом 30 светящихся арт-объектов. В этом году эстафету художественной ковки подхватил и Брестский арбат. 43-й фонарь, символ областного департамента охраны, удачно вписался в облик улицы и стал достойным продолжением уже усыновившейся фонарной традиции в городе над Бугом. Виктория Дрогобецкая, Город Бакунович, Антон Луговкин, специально для итоговой программы. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Наверное, каждому слова известной песни напомнят какие-то приятные моменты юности. Прошли годы, а слова эти до сих пор у всех на устах. Как и имя артиста Юрия Шатунова, когда-то исполнившего ее и ставшего необычайно популярным. И это неудивительно, ностальгия по юношеству, воспоминания о первой любви, друзьях и одноклассниках. Все то, что близко и очень дорого к каждому. Поэтому и успех исполнителя легко объясним. В этом можно было легко убедиться, посетив концерт исполнителя, которому с большим удовольствием подпевали зрители разного возраста на протяжении всего вечера. Яркое зрелище, собравшее огромное количество людей, стало настоящим праздником не только для фанатов, но и для простых любителей легкой музыки. На концерте побывала София Бережная. С долгожданным выступлением в город над Бугом пожаловал и сам Юра Шатунов. Запоминающиеся новые и уже полюбившиеся старые хиты порадовали брестскую публику. Изюминкой вечера стало живое общение артиста со зрителями, где он откровенно из доли юмора отвечал на поставленные вопросы. Такого количества людей давно не собирал Ледовый дворец города Бреста. Парковочных мест перед входом даже за полчаса до начала концерта уже не было. Казалось, в этот день тысячи поклонников российского певца пришли услышать новые и вспомнить старые хиты, среди которых самые известные «Белые розы», «Детство, розовый вечер» и многие другие. Надо сказать, что их ожидания оправдались. Некоторые из песен артист исполнял на бис. Концерт Юры Шатунова надолго запомнился публике, ведь помимо живой музыки гостей вечера ожидало большое количество сюрпризов, самым главным из которых стало живое общение с публикой путем записок. Все желающие могли написать артисту вопросы или пожелания, на которые певец отвечал в перерывах между исполнением хитов. Искренность, ирония и доля юмора сделали любимца публики еще ближе к зрителям. Концерт был очень искренним, записки были все такие добрые, и он отвечал на них так же по-доброму, как и люди писали. То есть, ну, вообще много цветов, он был, наверное, приятно удивлен приемом теплым, таким брестским, и надеюсь, все-таки приедет еще в наш город. Ира Шестанова служила с пятого класса, с девяностого года. Увы, сегодня пришел один, сапога не получилось прийти. На подарок я приобрел фотографию с его автографом. Очень замечательно, что он приехал, давно очень ждали. Очень ждали этого концерта. Ждали с девяностых, наверное, потому что мы из Витебска, и у нас был концерт уже ласкового мая, но тогда приезжал Расин. Вот, я рада, что вижу Юру. Непринужденная атмосфера вечера, необычайная легкость звучания знакомых хитов и обмен положительными эмоциями, а также многочисленные сюрпризы от артиста, так запомнившиеся берестейцем, доказательства тому, что исполнитель не разочаровал своего зрителя. Приятным для них стал и тот факт, что гастрольный тур Юры Шетунова по городам Беларуси начался именно с Бреста. Приятно, что дальнейшими планами он поделился только с нами. В Беларуси будет порядка 8-10 концертов сейчас. Где я был до этого, я до этого три недели у нас был тур по России, потом заключительный концерт, первая часть тура был в Москве, это 30-го числа. Сейчас у меня тур начался с Бреста по Беларуси, и после того, как он закончится, я еду в Германию. Там у меня еще 15 концертов, потом, возможно, дальше. Феерическое выступление Юрия Шетунова – яркое событие в жизни города. Оно вернуло тысячную публику в далекие 90-е, когда сегодняшние почитатели творчества знаменитого артиста были молоды. А хиты «Белые розы» и «Розовый вечер» звучали на волнах всех радиостанций и телевизоров. Главное в этом концерте – искренность эмоций и восторг воспоминаний людей. С наступающим Новым Годом, поскольку уже совсем скоро с наступающим Рождеством, поэтому меня в этот период здесь не будет, поэтому, пользуясь случаем, поздравлю всех и, конечно же, хочу пожелать добра, мира и всего самого лучшего. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ. Важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании Бук-ТВ.Бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Весьма теплое, практически летнее, начало ноября показало, что от природы можно ожидать любых сюрпризов. Но не стоит расслабляться, в скором времени похолодает. В воскресенье погодные условия на Брещене определит пасмурная дождливая погода. Северо-восточный ветер и туманы. Немного похолодает. В течение суток температурный фон будет колебаться в пределах 9-11 градусов. Обильные дожди пройдут в Брестской области и в понедельник. Будет сыро и неуютно. В ночные и утренние часы туман. А вот ветер сменит направление. Он будет юго-восточным. Температура воздуха ночью 9-11 со знаком плюс. До 12 тепла прогнозируют синопсики днем. Атмосферное давление существенно не изменится.